Здравствуйте! За окнами расцвело, и вся честная компания стремится выйти во двор. Так, опять свалили мой полушубок. Вись, ну когда эта возня прекратится, а? Эх, перед рассветом сияла луна, ну, заволокло небо тучками, и уже поехала какая-то машина. Странно, кто бы мог быть в такую рань? Вообще-то, ближайшая, что должна прибыть, так это автолавка. Все, все, все. Дурдом, бедлам. Пошли гулять. Выходим, выходим. Ринус. Так, кот, идешь? Боня, пойдешь гулять? Ну, как хочешь. Ой, успеет выскочить. Да нет, собрался. Ну, как же без него? Вот эту дверь и вторую он умеет открывать сам. Как на вход, так и на выход. Маленькими шкодливыми лапками, но как-то и свитеряется. Да, только на горизонте. Видна светлая полоска. А я-то ожидала, что сегодня поработаю с колуном, при солнышке, позагораю. Видно, не судьба. Вчера солнца дожидались, не получилось. Сегодня, видно, тоже не возникнет. Так, интересно, Бонька сам выберется или нет. Я вообще поражаюсь, как он может открывать двери. Другое дело, карри или веська, которые обычно подскакивают, вставая на задние лапки и переднюю бьют дверь. Что-то у собак сегодня повышенная активность. Так, все. Обрыскать, облазить, разыскать. Ну, соседям-то еще рано появляться. Да в талантке еще полчаса. А стоять на холодке сегодня минус 15. Вряд ли кому лишнее время захочется. Нет. Ну, какие же они у меня все-таки бдительные. Ох, наверное, дожидаются косточек. Сегодня должны нам их привезти. Будет пиршество. Все. Оббегать всю территорию, все осмотреть. А кот уже возник. Красавец. Так, ну ладно, я еще успею притащить дровишек к водичке. А вы развлекайтесь. Пока зверюшки резвились на улице, где, собственно, и остались, забежала домой, чтобы руки отогреть. Да, все-таки морозится зарядной. И все. В какого-то какого-то рынка со сметаной прожегла той коряги, которая занялась вчера. Сейчас покажу, с чего это все начиналось. Ей-богу, мне не терпится продолжить. Но еще надо подумать, что предстоит. А было все вот так. Ну вот, уже за колдень, обещанное прогнозом солнце, так и не показалось. А я, закончив один проект, оставив его на досыхание после замачивания в ведре, с тем, чтобы приступить к мелкой шлифовке, взяла за второй. Эту штуковину привез отец Константин. И только что я очистила на рост ракеты от коры. Вот что получилось. Оригинального цвета зеленоватая плесень. Но мне ее никак не удастся сохранить. Подобная гнилая древесинка так или иначе будет выдолблена. И вот, кручу, верчу, что-то сделать хочу. А что подскажет время. Очистила от коры. Ну, естественно, в избушке сейчас, скажем так, некоторый беспорядок. А, да. Аккуратненький Бонечка, который вылизывается после того, как сходил со мной на прогулку. А я ломаю голову. Что да как. Уже притащила пилы. И пытаюсь принять кардинальное решение. Чтобы такое все-таки предпринять. Хотя, для того, чтобы придлиться, идет еще достаточно много времени. И вот, пока еще при свете дня, нам с Бонифацием удалось сваять следующее. Отпилили все ненужное. Может быть, оно окажется еще и нужным. Тоже ведь интересная, замысловатая древесина. И еще на что-то годное. Правда, не во всех местах. Придется все удалять. Хотя, кто знает, кто знает. Вот основная часть ракеты Васуэля. Любопытное напластование. Но чашу из этого точно не сделаешь. Потому что очень глубокие выемки. И вряд ли получится сделать что-либо похожее на вазу или блюдо. Ну что ж, будем думать. Думать и гадать. Свинячить и мастрячить. Время придет, и нечто должно возникнуть. Теперь хожу. Присматриваюсь, принюхиваюсь. До вечера еще далеко. И неизвестно, когда я снова возьму за стамески. Уже подъехал сосед с другого края на своем уазике. И это означает, что скоро прибудет автолавка. Появила Сазель. Да, Бунь, вовремя-то ушел с улицы, чтобы лапки не морозить. Я все-таки предпочитаю, чтобы кот в момент приезда нашей желтой машинки оказывался здесь. А то ведь заскочит, не дай бог. Может, под колеса попасть. Хотя, Бунь, парень умный. И Радик подтянулся. А сосед еще и собаку свою прихватил. Бедный песик. Не дали ему прогуляться и пообщаться с остальными. Да. Но зато хоть на машинке прокатился. Ладно, Бунь, пора автолавку идти. Забежала в избушку бананы. Отнести, чтобы не замерзли. А карта, я смотрю, самообслуживанием занялась. Привезли нам косточки, поставили на лавочке. Ну, пойдем, выдам. Скромница-то моя. На, раз и Ази сидит. И Радик стоит. Ждете? Так, минуточку. Ну, сейчас, сейчас. Хорошо, что я на следующей неделе еще костей заказала. Так, ребят, а не морозим. На. Первый пошел. Второй пошел. Весь, а? А где моя собака? Веська. Иди ко мне скорее. Не видишь, что мы счастью приехали косточки. Лопай. Так, остальное убирать. Ох, народы сегодня только про волков, про рыщий да про лис. Да. Еще бы. Раз деревня на той неделе подверглась атаке, значит, есть о чем поговорить. Пойду послушаю. Все, наболтались, разошлись, разъехались. Ох, ребята забрали мои посылочки в Москву. Надо еще мешочек мусора к повороту притащить. Лепота. Ну, а теперь рассортировать оставшиеся косточки. И можно браться за колонщиков. Эх, каждый раз, когда эта машинка проезжает, ну, прям, имели на какие-то общения. Ну, вот. Начала колоть, а теперь встаю хихикую. Поставила на повороте мешок с мусором, чтобы ребята прихватили его с собой. А, собаки начали проявлять бдительность. Ну, как же незнакомый предмет. Ничем вкусом оттуда не пахнет. И даже волчок это понял. Скрывшись за дровами. Вот они, мои охраннички. Сама бдительность. Дед с колуном в обнимку тепло. А вот Бонька замерз и явно запросился домой. Однако Каречка ему сильно проходу не дает. Мало того, что тискала дома на кроватке. А сейчас еще решила за него и во дворе приняться. И куда-то кот отправился в неведомую даль. Может, решил мешок, который собаки облаивали, рассарапать. Но нет. Он просто решил войти во двор через забор. Потому что Каря сейчас явно вновь начнет к нему приставать. Все правильно. Пойду встречу у Карличка и запущу в теплую комнату. Спустя полтора часа и мы с Карькой последовали за бонифацией. Достаточно сегодня с дровами. Колун стоит около печки, обсыхает, потому что заледенела рукоять. А весь хомячит кость. В то же время бдительно воет ушами, как бы кто чужой не подошел и не отнял. Хорошо я сегодня намахалась с колунчиком. А сейчас самое время приняться за блюдо, которое предстоит завершить. Ну вот, просохло родимое после вчерашнего окунание в ведро. И надо браться за мелкую шкурку, а затем и за льняное масло. Да, поднялись все шероховатости. Их стало лучше видно и заметно на ощупь. И надо доводить все это до полной кондиции. Пора приступать. Распогодилась за окнами, выплюнула солнышко. Эх, вот бы на несколько часов пораньше, когда я с колуном возилась. Ну, не судьба. У собак и бонифации начался тихий час. Присыть ли с костями и отдыхают. Но это не мое. Но вожу со шкуркой и конца края не видать. Казалось бы, вроде бы с первого взгляда все нормально. Но каждый раз обнаруживаешь какие-то небольшие шероховатости, каверные. И приходится пахать. Не терпится взяться за новую работу. Но надо завершить начатое. Довись-ка. Еще немножко. Ну, как немножко. Парочка часов. И можно будет вставить на печку масло. Во всяком случае, очень надеюсь. Не буди кота. Ради бога. Посиди, отдохни, вылежи. Смотри, как Бонечка спит замечательно. Какой тягушенький клубочек, комочек. А температура минус пять. Ну, замечательно, повысилась. Да, холодок сегодня был изрядный. И птицы продолжают клевать корм. Сейчас придется выходить им посыпать. Но немного погодя. Топится печка. И все-таки сегодня эту штуку точно завершу. Ну, наконец-то. Все. Шкурку можно убирать. Масло закипает одновременно с чайником. Не закипает, а нагревается. Стоит почувствовать его запах. Я уже знаю, что оно готово. Ну, что, а ты гулять собрался? Разбуженный несчастный кот. Ладно. На несколько минут можешь отлучиться. Пока я все не доделаю. Ну, вот. Все готово. Беру кисть. Можно приступать. И богу не терпится. Ужасно интересно посмотреть, что же в результате получилось. Ладно. Попытаемся. Итак, торжественный момент. Сколько уже штук всяких сделано, переделано. Но каждый раз не устаешь удивляться тому, что получается в результате. Ну, вот. В первой мазке впитывается масло. Да, не одну ложечку придется сегодня разогревать, потому что впитывается моментально. Толиха достаточно старая. И вот она обретает свой цвет при помощи этого состава. Куда более темный, чем я предполагала. Мне казалось, что будет больше оранжевого. Я думала, что всю внутреннюю древесину, которая идет около центра ствола, я каким-то образом срезала. Точнее, выдолбила, когда обрабатывала. Но нет. Вот такие вот краски возникают. Достаточно оригинально. И впитывает, кстати, моментально. Вот чем старше дерево, тем больше масло оно берет. Я уж не говорю про торцевую часть. Но здесь срезок масса. Глубина у блюда получилась не особенно большая. Где-то сантиметров 6, наверное. Поэтому листко он самый глубокий. Но, тем не менее. Нету, попросили сделать блюда для сухоцветов и фруктов, конфет, печенья. В принципе, вот эта, по-моему, неплохо бы подошла. Если какие-то из лепестков поместить со светлой засушенных цветов, типа бессмертника, или маленькие пучки лаванды, в остальные насыпать орехи, конфеты, печенье. По-моему, получилось бы совсем неплохо. Ну, честно говоря, мне самой хочется попробовать, чтобы вышло. Возможно, через пару дней, когда все это будет уже готово, я попробую создать какую-то композицию, связанную с такими вещами. Да, красивый цвет получается. А Бонька отпросился гулять. Выпустила его на несколько минут. Надеюсь, как только закончу, загоню обратно домой. Ну, все-таки одного его на улице оставлять не очень хочу. Даже белым дном. Потому что сегодня около Аптолавки шли разговоры относительно того, как несколько лет назад в одной из соседних деревень появились лисы, в другой волки. В общем, творилось черное, это что. Находили около будок пустые ошейники, поскольку собаки исчезали вместе с волками. Ну, не знаю. Может, кто-то что-то и прибрал. Но, так или иначе, рисковать животное совершенно не хочется. А вот сейчас, как я только закончу возню с этой процедурой, но очень приятную возню, мне предстоит отправляться в солиный долг, поскольку не каждом в отъезде отправились за кормами, за насекомыми в зоопарк. И еще по каким-то точкам, которые только им одним ведомы. И мне предстоит навестить мороженку, а также покормить птиц. Мико оставила и овес, и кроса, и семена подсолнечка. Мне необходимо будет проделать ту процедуру, которую она выполняет ежедневно и по много раз. Ну, это уж действительно поведешь с орнитологом. Так, ну что, маслице-то остывает. Надо ставить его на печку еще раз. Ну, покажу потом, что получилось. По-моему, пока все весьма и весьма неплохо. Да, такого пёстового блюда мне еще ни разу не получалось. Смотрится просто-напросто замечательно. Ну, тут не про крас. Ладно, сейчас разогрею масло, все исправлю и покажу, что вышло в результате. Ну, а вышло-то совсем неплохо. Ну вот, еще ложечку масла разогрела и опустошила. И завершила покрытие с наружной стороны. Интересные такие переливчики получились. Тёмный сучок, оттеняющий поверхность. Масло впитывается просто на глазах. Ладно, еще пока убирать не стану. Мне сейчас нужно прогуляться в совиной долу, поскольку ребята в отъезде. На моем попечении осталось морожки. К тому же Ника просила покормить птиц. И мне сейчас предстоит этим заняться. Тем более, что в такую погодку пробежаться неподалеку совсем приятно. Да, единственное, надо в печку будет подбросить побольше дров и успеть обернуться за достаточно быстро, скорое время. Ну, а затем еще одно покрытие с обеих сторон. Да, масло как на глазах исчезает. И позже, Карик, займемся очередной корягой. Это уже интересно. Картинка приготовлена для того, чтобы блюдо могло подсохнуть, не запачкав стол. Но многое еще предстоит. Ну что, пойдем гулять? Давай пройдемся. Пора с морожкой повидаться. Ух, как же на улице-то хорошо. Свежо, приятно, птичка распугала. Как только вернулась, надо будет и своим подбросить. И гранды покормить еще разок. Ну, а Веську я оставила в доме. Ну что, Карик, пошли. Только быстренько у нас печка топится. Да, долго мне задержаться в соедином доле не предстоит. Надо успеть, потому что дома и бонифаций, и Веська, и печка топятся. Так, добежала елочка на месте. Все замечательно. Пробежала мимо вольеров. Там тоже все хорошо. Ну, а сейчас надо первым делом птичек покормить. Ника все оставила на крыльце. И для овсянок, которые лопают только овес, так и называются, потому и семечки, и проса. А уж потом к морожке загляну. Вперед к кормушкам. Ну, все. Первая часть действий закончена. Меня встречают. И это очень-очень приятно. Так, Зайка, только я у тебя ненадолго. У меня там печка прогорает. Надо успеть подбросить полежку, пока гнущик затухла. Ну, как ты? Все нормально? Хорошее настроение. Хозяйка в доме. Ну, конечно. Давайте мне теперь есть, кусать и лапами царапать. Хищница маленькая. Ну, что, поиграем? Давай. Только недолго, потому что мне надо торопиться. Всегда готова. Что ж, давай. С чего начнем? А начнем с сметания вкусняшек. Любимая забава. Ну, как же без нее. Хорошо, сейчас. Вот, исходная позиция. Игорь еще начинается с табуреток и полета. Вперед! Как-то бальяжно, спокойно. Ты чего? Сытненькая, пресытненькая. Ничего полупать не хочешь? Угу. Даже не царапаешься. Да, от меня странным запахом несет. Это льняное масло. У меня им все руки пропитались, пока я покрывала новые блюда. Так, водичка есть, корм есть. Ну, ладно. Сейчас еще немножко повозим с игрушкой, а потом я тебя вынуждена оставить. Ну вот, состоялся недолгий, но весьма насыщенный контакт. И я спешу домой, но нельзя не остановиться около вольера малышей. Ох, как же мне нравятся эти маленькие воробьиные сычки. Один спрятался под елкой. Где-то там. Попался в кадр. Второй порхает. Так, ладно, ребят. Побежала я. Привет горячий. Печка ждет. Ну вот, планировала визит минут на 15, растянулась на полчаса. Еще неизвестно, горит ли печь. Но нельзя не остановиться, не послушать, как стрекочет воробьи. Предвещает новую оттепель. Как же приятно их слушать. Ладно, надо еще успеть гранду корм подбросить. А там прежде полежки в печь. А там покормить своих птиц и посмотреть, впитало ли блюдо масло. Возможно, сегодня я успею покрыть его еще раз. И уже в субботу вместе с Артемом отправлю вновь в Москву. Ему предстоит уезжать. Сегодняшняя поездка необходима для прокорма насекомыми птиц. А впереди у него дальняя дорога. Надеюсь, что все будет благополучно. Ну, все, доставлю на ужин гранду. Давай, лопай, что ты переминаешься ноги на ногу. Пора, пора уже. Смеркаться стало позже. Время до заката еще есть. Самое время покормить птицу. Все, ухожу, не мешаю. Приятного аппетита. Так, надо еще вытащить Бонифаций на улицу. Хотя он себя ждать не заставит выгулить виську. И можно продолжать, возьмем, своими деревяшками. Давай, лопай. Так, пора. Успела. Попаление в печке. Не успели догореть, пока я путешествовала туда-сюда. Масло впиталось полностью. И надо ставить на печку еще раз наполненную плошку. Да, в Каре мы все успели, все сделано. И почти все завершено. Но предстоит еще один проект. И это просто здорово. Ну что ж, я продолжаю возиться своими деревенскими, житейскими заботами. А всем желаю здоровья и удачи. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok